Сегодня в совхозе имени Ленина силами отставного полковника ГРУ, дружинников из боевого братства, активистов движения «ЗАЗА» троих депутатов от партии «Единая Россия» была проведена спецоперация под кодовым названием «Снег». Утром трактор принялся чистить снег у Дома культуры на территории, принадлежащей ЗАО совхоз имени Ленина. Наша съемочная группа прибыла на место проведения работ и обнаружила, что на месте также находятся трактора ЗАО и еще какие-то люди, которыми руководил небезызвестный нашим подписчикам боксер, иногда дерущийся со столбом Сергей Варлей. Вели они себя агрессивно, становились на пути техники и подковшие экскаватор. Полиция бездействовала. В какой-то момент нам показалось, что указание сотруднику дает все тот же Варлей, называющий себя представителем Рота Агро. Непонятно, что Рота Агро нам теперь будет запрещать ходить по улицам совхоза. Сторонку отойдите, трактору не мешайте работать. Вот и все. Понятно, в сторону отойдите. Мне непонятно. Не мешайте трактористам работать. Возьмите вашего жука и вырвите его в сторону. Вот, вот, идите в сторону. Вот ваш жук отмешает. Представите. Я понял. Я не тебя снимаю. Ты меня сейчас снимал, блин. Ты сейчас меня конкретно снимал. Снимай, блин. Снимай, блин. Не хами. Как не хами. Забирай. В какой-то момент мы увидели, как сотруднику ЗАО Сергею Трукену, какой-то неизвестный гражданин, ударил по видеокамере. Мы решили подойти поближе и тут же стали жертвами неадекватного поведения. Работаю. А что ты снимаешь здесь? Кто хочу, то и снимаю. Меня ты не можешь снимать. Кто тебе сказал? Руки брал. Ты меня снимать не можешь. Кто ты такой? Я еще раз говорю. Кто ты такой? Я гражданин Российской Федерации, который имеет право на собственность. Ты не имеешь права, законов ты не знаешь. Да? Да. Покажи мне, что ты пресса. А зачем я тебе должен показывать? А почему ты меня снимаешь? А почему ты мне мешаешь это делать? А потому что ты не имеешь права. Я тебе не давал права меня снимать. Ну и что, иди отсюда. Ты что, я в общественном месте, а не у тебя дома. Так вот там и снимай, блин. Вот ты мне давал право. Вон там снимай. Да ты что. Да. Я тебе сказал. Еще вот... Позднее этот человек скрылся в здании ДК. И появился уже, держа в руках какой-то листок бумаги. Пригрозив мягко, что мол, не стоит нам тягаться с этим документом. Вот справка официальная. Ну, что это? Что за справка? Я такую справку первый раз вижу. Ну, первый раз, если вы хотите бодаться с этой справкой, вот мой номер части. На бумаге, которая чудом попала к нам в кадр, мы сумели прочесть имя, фамилию и номер части. Обратившись за помощью в интернет, мы узнали, что этот человек из ансамбля ФСБ. В его аккаунте в ВК много информации о нем. И даже много видео, концертов и альпинистских восхождений. Непонятно только, если он публично выступает на сцене, то почему стал строить из себя тайного агента под прикрытием? Смешно. Еще смешнее оказалось, что все эти титанические усилия и тракторная битва была нужна только небольшой группе людей. У ДК основное массовое создавали, судя по обуви, вырванные из спортзала волонтеры, видимо, для прохождения курса патриотического воспитания на местности. Народу было настолько мало, что залезать за подарками на стол пришлось самим волонтерам. Ну и действительно, не пропадать ведь подаркам, купленным за наши с вами налоги. А может, их спонсоры купили? Ну да не будем гадать. Пока радостный директор ДК рапортовал, что ему все удалось, неподалеку у 548-й школы проходило действительно массовое гуляние жителей совхоза. Масленичная ярмарка, к тому же, еще была и благотворительной. Деньги собирали на благое дело. На благотворительность помочь мальчику, первокласснику, к сожалению, да, никто не застрахован. На лицах людей было настоящее веселье и неподдельное радость. Настроение прекрасное, у нас гуляние. Несмотря на погоду, погода просто прекрасная, как оказалось. Падает снег, но мы, тем не менее, все ждем весну. Директор зала совхоза имени Ленина Павел Грудинин поздравил всех с праздником и пригласил завтра на территорию совхозных прудов на гуляние. Дети собирают деньги для одного мальчика, у которого со здоровьем очень плохо. И они решили помочь. И каждый год, кстати, эта ярмарка проводится в Масленису. И она такая очень активная. Очень много, в том числе, работников совхоза. Сами напекли. У меня тут две дочери ходят, продают. Поэтому очень интересное мероприятие. Спасибо всем, кто пришел. Завтра Масленису будет на прудах. Она будет такая грандиозная. Я думаю, что все наедятся блинов бесплатных, наиграются. Она будет проходить на нескольких площадках. Поэтому я всех приглашаю. Ну и здоровья, счастья. И надеюсь, что с завтрашнего дня зима отступит. И наконец начнется весна. Наверное, у вас, наши дорогие зрители, возник вопрос. А зачем нужно было директору МБУК, полковнику ГРУ в отставке, Жукову, так напрягаться и устраивать весь этот аттракцион невиданной глупости? Это стало понятно, когда в совхоз прибыла съемочная группа федерального канала «Известия». Посмотрите сами. Как пытаются найти грязь там, где ее нет, язык не поворачивается сказать журналист издания. С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте это видео. До новых встреч!